Таджикистан Появилась информация о планах снять художественный фильм про президента Таджикистана Эмамали Рахмона. Инициатором подхалимского проекта выступил глава Комтелерадио Таджикистана Махмад Саид Перзада. Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции. По словам Перзада, к этой мысли он пришел после просмотра художественного фильма про президента Нурсултана Назарбаева «Небо моего детства». Также он отметил, все, у кого есть совесть, должны ценить его. Лидер нации для всех свят, дорог и велик, подчеркнул Перзада. Следует заметить, что подобное лизоблюдство за последние годы стало обычным явлением для чиновников стран Центральной Азии, в общем и Таджикистана в частности. Желая выслужиться и укрепиться в своей должности, чиновники готовы идти на любое унижение себя и восхваление находящегося у власти диктатора. Таджикские дети на законодательном уровне лишены возможности изучения арабского языка для чтения Корана. Об этом сообщил глава управления религиозных объединений Комитета по делам религии и упорядочению национальных традиций, торжеств и обрядов при правительстве Таджикистана Хусейн Шакиров. Несколько мечетей предоставили документы для организации подобных курсов, однако согласно законодательству, только Министерство образования и науки Таджикистана имеет право дать официальное разрешение на деятельность образовательных курсов. До сих пор ни одна мечеть в стране такого официального разрешения не получила, по непонятным для нас причинам, заявил как ни в чем не бывало он. Ведь кому, как ни ему, должно быть известно, почему мечети не могут получить официального разрешения на преподавательскую деятельность. Напомним, что ранее в 2010 году началось массовое возвращение таджикских студентов из зарубежных религиозных учебных заведений. Это произошло после того, как президент Аймам Али Рахмон заявил, что многие исламские центры имеют экстремистскую направленность. К сожалению, в большинстве случаев подростки, оставшись без контроля, обучаются там не на мул, а становятся на путь терроризма и религиозного экстремизма, сказал тогда Аймам Али Рахмон. На тот момент, как отмечал Комитет по делам религии, 3650 граждан Таджикистана получали религиозное образование за пределами республики. Из них 3324 были возвращены на родину. На сегодняшний день в Таджикистане действует единственный исламский вуз, в котором обучается 1400 студентов. Официально в стране были запрещены все медресе. Из-за отсутствия здания два года назад была закрыта единственная исламская гимназия. Кроме того, не только подростки, но и взрослое население также лишено возможности к получению религиозных знаний. Любая неподконтрольная властям форма изучения ислама считается экстремизмом, в том числе обучение через интернет. Интересно, что даже правительственным имамхатыбам запрещено проводить в сети интернет исламские уроки. Верхняя палата парламента Таджикистана 12 июля поддержала инициативу депутатов Нижней палаты парламента республики, наделив правоохранительные органы правом получать информацию о том, какие сайты посещают граждане страны. В своем выступлении по данному вопросу на 11-й сессии Маджилиси Милли Маджилиси Оли Таджикистана дочь президента Азада Эмамали предложила внести соответствующие поправки в закон об оперативно-розыскной деятельности. Напомним, что в роли главной инициатора этой поправки выступил депутат Нижней палаты парламента Таджикистана Джурахон Маджидзада. В своей речи на сессии Нижней палаты парламента 7 июня он заявил, что на сегодняшний день свыше 3 миллионов граждан Таджикистана имеют доступ к интернету. Свыше 80% из них посещают так называемые нежелательные сайты, которые принадлежат экстремистским и террористическим организациям. Следует отметить, что за последние три года режимом Эмамали был принят ряд поправок, касающихся информационной сферы. Так, в ноябре 2015 года парламент Таджикистана утвердил поправки в закон о борьбе с терроризмом, позволяющий госорганам блокировать доступ к интернету и мобильной связи. В 2016 году правительство Таджикистана приняло постановление о цензурировании теле- и радиопрограмм, ввело уголовное наказание за оскорбление лидера нации Эмамали Рахмона, а в ноябре начал работу единственный коммутационный центр, ЕКЦ, контроля за интернетом. Весь входящий и исходящий трафик интернета и мобильной связи теперь проходит через ЕКЦ, что позволяет напрямую прослушивать разговоры, контролировать и отслеживать интернет-трафик. Таким образом, режим пытается полностью контролировать информационное поле, в котором находится население страны. Более того, принятие поправки об оперативно-розыскной деятельности полностью развязывает руки силовым структурам для фабрикации уголовных дел в отношении любого неугодного жителя Таджикистана. Продолжение следует...